Исао Токахата В студии Гибли. За свою долгую карьеру он сделал много хороших мультфильмов. Ну или аниме. Тут как посмотреть. Однако самой известной все так же остается Могила Светлячков. Лично мне он всегда нравился больше из пары Исао Хаяо. Он просто ближе. Завершил же свою карьеру, скорее всего не по своей воле, Токахата на высокой и очень трогательной ноте. Сказание о принцессе Кагуя основано на народной сказке «Повесть о резчике бамбука». Здешний сюжет в некоторых местах расходится с оригиналом, но зато это привносит больше тематик, смыслов и глубины. Однажды старый резчик бамбука, работая на своей делянии, обнаруживает, как один из стволов сияет звездным светом. Подойдя ближе, Токитори находит внутри маленькую девочку, явно посланную божествами. Старик приносит девочку домой, и они с женой начинают растить ее как родную. Все свое детство она проводит около деревни с местными ребятами. Резчик же, зная о происхождении дочери, решает, что та должна жить не в хижине на холме, а во дворце, как и положено принцессе. Небеса посылают ему деньги, на которые тот буквально покупает дворянское положение своей семье, а ее забирает в столицу. Слухи о невиданной красоте новой знатной особы распространяются как огонь, а сама же Кагуя почти сразу понимает, что такая жизнь не по ней. И вот здесь история начинает подкидывать множество сложных тем, поданных очень простыми приемами и средствами. Начиная от своего места в этом мире и ослепляющей любви родителей к детям, и заканчивая посылом о важности равенства, и даже немного затрагивая нитшианского сверхчеловека. Не говоря уже о явных аллюзиях на восточные религии. Если я, конечно, не обознался, и этот человек похож на Будду. Сюжет действительно прост, но ни в коем случае не примитивен. История, как и в каждой притче, имеет несколько слоев, количество которых варьируется в зависимости от желания зрителя видеть. Для детей это будет сказка-ложь-давней намек, а вот определенная категория взрослых докопается и до вышеназванного нитша. Простые приемы также касаются и того, как авторы нажимают на эмоции. Там, где другие трай-хардят и пытаются выдумывать сложные схемы и средства, чтобы заставить вас сочувствовать, смеяться или плакать, Така Хата и второй сценарист Рико Сакагучи, всего лишь рассказывая древнюю историю и в некоторых моментах расставляя акценты, добиваются отклика у зрителя. И это не читерный Хатико, где давят все полтора часа, чтобы в конце из тебя потекло все, что только может. Сказание не знает, что такое давить, но все равно развязку смотришь, хватаясь за все соломинки вместе с Кагуей. Так, заканчиваем с сюжетной частью, а то из меня начали выходить латентные спойлеры. В мультфильме несколько действующих лиц, но важнейшими являются только трое. Кагуя, ее отец и мать. Эта троица прекрасно написана и не менее прекрасно сыграно. Резчик бамбука в прямом смысле ослеплен желанием сделать дочь счастливой, что не видит ее несчастья. Мать не имеет реальной власти над семьей, напомню, что действие происходит примерно в 10 веке. И потому оказывает только всяческую моральную поддержку принцессе. Два этих персонажа как раз и ответственны за главную трагедию, об опасности повторения которой и предупреждает данная и исходная истории. Принцесса, нареченная Кагуей, очень живая и очень симпатичная, в плане проявления к ней симпатии, героиня. Для меня остается неясным, как можно не влюбиться в этот сгусток искренности и доброты. Сгусток такой плотности, что возникает ощущение ее нечеловечности. Что как раз логично, ее же в бамбуке нашли. Сыграна она Акиа Сакурой и сыграна классно. В английском дубляже ее исполняла Хлоя Морритс, но не знаю, кому это может быть нужно и нафиг я вообще это сказал. Про визуальную часть я не думаю, что нужно много распинаться. Почти все видно и так. Рисунок действует очень освежающе, особенно в наше время. Но и не только освежающе. Не в обиду Pixar, DreamWorks и Disney, но ваша 3D-анимация ни разу не произвела что-то схожее с тем, что произвел побег принцессы из дворца. При таком рисунке образность подлетает сразу на несколько порядков и при правильной подаче и монтаже это огромное преимущество. Музыку писал Джохи Саищи, ранее работавший над чуть ли не половиной мультфильмов студии Гибли. Она хороша, настолько, что хочется сохранить себе и слушать отдельно. Сказание о принцессе Кагуя – очередной пример, как нужно делать мультфильмы. Это отличная работа Метро, которая задевает как эмоции, так и разум. Думаю, что фанаты студии уже и так ее видели, а вот остальные – смотреть всем. Лебединая песня. Громкая и яркая. Субтитры создавал DimaTorzok